Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Итоги дня в сегодняшнем выпуске Вестей. И вот о чем расскажем. Федерация Кавказских ассоциаций. Сегодня делегация Турции посетила Карачаева, Черкесию. Речь шла о сотрудничестве и укреплении связи России и Турции. Гумбаши, Худес, конники успешно преодолели около 60 километров пути. Участники без потерь уже финишировали в Учкулане. В Карачаево, Черкесии определили лучших электромонтажников и поваров в региональном этапе конкурса «Обилимпикс». Работодатели уже готовы к сотрудничеству. В Карачаево, Черкесии с лалом «Гигант» в Донбайе прошли соревнования по горнолыжному спорту, посвященные 61-й годовщине органов предварительного следствия МВД. Деятельность Общественной палаты Карачаева, Черкесии за последние три года рассмотрели сегодня Рашид Тимрезов и Елена Ляшова. Стороны обсудили работу Общественного института, в том числе организацию общественного наблюдения и на выборах президента России главного политического события страны. В ходе встречи было отмечено, что в конце апреля будет определен состав Общественной палаты нового созыва уже пятого по счету. Сегодня в Карачаево-Черкесию прибыла делегация из Турции, руководство Федерации Кавказских ассоциаций. Пришла встреча, прошла в Доме правительства от имени главы республики Рашида Тимрезова гостей, поприветствовал председатель правительства Мурат Аргунов. Затем презентовали достижения Карачаева-Черкесии на встрече, отметили эффективность взаимодействия республики с кафет и роль черкесской диаспоры в этом сотрудничестве, в укреплении связей России и Турции. Отмечено, что черкесская диаспора Турции с большим уважением относится ко всему, что происходит на их исторической родине, радуется ее достижениям и успехам, всегда готова внести посильный вклад в расширение уже налаженных контактов. Также подняли вопросы укрепления связей с охранением языка международного молодежного обмена. Народов нашей республики – общая история, общие обычаи, традиции, которые из поколения в поколение передали наши предки. И сегодня государство и общественно-национальные движения проводят колоссальную работу для сохранения языков, культур, обычаи на территории нашей республики. И как я говорил, на всех пяти национальностях у нас в регионе выходят школьные книги, ведутся школьные уроки, выходят журналы и газеты, выходят телерадиопередачи. После встречи в Доме правительства делегация из Турции направилась на памятную аллею в центре Черкесии и возложила цветы к памятнику витному политическому деятелю Юрию Хамзатовичу Калмыкову. Руководство Кафет почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Делегация Турции посетила и памятник жертвам Кавказской войны. Возложив цветы, собравшиеся говорили о том, какой ценой дался народам Кавказа мир. И мы должны сегодня делать все возможное, чтобы люди жили в мире и согласии, уважали традиции своих народов и свое государство. Чтобы сохранить свою родину, они отдали свои души. Мы сегодня находимся в таком святом месте. Глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов призвал жителей республики проголосовать и выбрать общественные территории для благоустройства. Уже порядка 32 тысяч граждан проголосовали за региональный объект, который участвует в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий и дизайн проектов благоустройства. В этом году уже ведутся работы по благоустройству общественных территорий, которые жители республики выбрали в прошлом году. Сквер Победы в Усть-Жигуте, аллея по улице Красноармейской в Черкесске, пешеходные зоны в Тиберде. Совсем скоро приступим к реализации конкурсного проекта «Малого пруда» в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в городе Черкесск. И также благоустройство парка в Медногорском, аллеи по улице Ленина от Пушкина до подъездной дороги к парку «Зеленый остров» в Карачаевске, отметил глава региона. Также голосование продлится. Также напоминаем, голосование продлится до 30 апреля включительно. Куда и как добрались участники конного перехода, посвященного ко дню возрождения карачаевского народа? Сегодня завершающий день мероприятия о красивейших и труднодоступных местах Карачаевой Черкесии, которые преодолевают всадники на лошадях карачаевской породы Алла Качеева. Высокогорный перевал Гумбаши. Вид с плотов фантастически красив. Здесь взору открываются характерные двуглавые вершины горы, покрытые вечными снегами. Визитная карточка Северного Кавказа. Ослепительный Эльбрус. Вдохновленные природной красотой, чистым горным воздухом отдохнувшие и набравшиеся сил участники конного перехода отправляются дальше. Путь предстоит долгий. Во второй день конного перехода всадникам на лошадях карачаевской породы нужно преодолеть около 60 километров. Гумбаши-Худес. Несмотря на потрясающие виды окрестностей, сам маршрут не самый обустроенный. Скалистая местность меняется густым лесом, небольшими озерами и речушками с ледниковой водой. Лошади карачаевской породы с легкостью преодолевают природные препятствия. Ведь их отличительной чертой являются неприхотливость, работоспособность, хорошая координация движений, крепкая конституция, устойчивость к различным заболеваниям и выносливость. А это знаменитые царские ворота, через которые проходят участники конного перехода. Скальный массив высотой около 100 метров с огромным прорубленным проходом в верхней части внешне напоминает монументальные царские ворота. Отсюда и название. Дальше мост исполинских размеров, стартовая точка для подъема к озеру Хурлакюль, одного из древнейших на земле, как считают ученые. Впереди Чучхурские водопады и, наконец, ущелье Худес. На этом живописном месте остаются ночевать участники конного пробега во второй день. А уже сегодня, в третий день конного перехода, посвященного Дню Возрождения Карачаевского народа, участники без потерь финишировали в Учкулане. 20 апреля в субботу в высокогорном ауле Большого Карачая состоится праздник, в ходе которого выберут лучших жеребцов карачаевской породы для дальнейшего их разведения. Делегацию на всем пути сопровождает Анна Михайлова из Ставропольского края. Любительница лошадей карачаевской породы фиксирует передвижение конников и любезно предоставила некоторые видео съемочной группе вестей. Алла Качиева, Лебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы расскажем о сохранении исторического и культурного наследия в региональном этапе конкурса «Обилимпикс» и соревнованиях по горнолыжному спорту. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза, днём в отдельных районах сильный, с градом. Ветер западный 5-10 метров в секунду, в горах будут порывы до 14. Температура ночью 11-16, в горах до плюс 10, днём 18-23 выше нуля и местами до плюс 18. В южной части высокая пожароопасность. В Черкесске ночью без существенных осадков, днём кратковременные дождь и гроза, ветер западный 5-10 метров в секунду, температура ночью 13-15, а днём 19-21 градусов тепла. Сегодня день памятников и исторических мест. Офицеры Следственного управления благоустроили прилегающие территории к воинским мемориалам на подведомственных территориях. Они организовали работу по уборке мусора, сбору сухих веток и благоустройству территорий, прилегающих к воинским мемориалам и памятникам. Офицеры уверены, что такие мероприятия помогают сохранить память о героях войны, отдавших свои жизни за мир и безопасность нашей Родины и её народа. Своим примером сотрудники призывают подрастающие поколения к патриотизму, гражданской ответственности, сохранению и бережному отношению к историческому и культурному наследию Отечества. На территории Карачаева-Черкесии располагается больше сотни объектов культурного наследия, посвященных памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. В Карачаево-Черкесии продолжается региональный этап конкурса «Обилимпикс». В Индустриально-технологическом колледже учреждений индустрии и питания определяли лучших электромонтажников и поваров. О значимости конкурса профессионального мастерства для работодателей и самих участников расскажет наш корреспондент Артур Мхце. А как ты понимаешь, что всё правильно получилось? Здесь у меня есть схема, здесь всё показано. Здесь стоп, пуск, лампочка 3, 2. Один из участников регионального этапа конкурса «Обилимпикс» рассказывает, каким критериям должно соответствовать выполненное будущим электромонтажникам задание. До общения с нами Магомед Хабчаев успешно с ним справлялся. И лишь временная остановка на интервью немного смутила студента Индустриально-технологического колледжа. Впрочем, для этих ребят главное – конечный результат, по которому будут судить как члены жюри, так и потенциальные работодатели. Последних можно считать самыми заинтересованными наблюдателями. Конкурс традиционно проводится для того, чтобы наши дети, наши студенты СПО, имеющие отклонения в здоровье, то есть ограниченные возможности, имели возможность показать свои профессиональные навыки и найти себе работу. Примеров положительных множество, поскольку у наших студентов с ограниченными возможностями очень ярко выражена мотивация. Они все хотят быть полноценными членами нашего общества, работать, профессионально работать по своей профессии. Работодатели видят это стремление. А ведь по качеству и оперативности выполненных заданий и не скажешь, что участники – люди с ограниченными возможностями здоровья. Собственно, существующий в России 10 лет конкурс профессионального мастерства «Обилимпикс» и призван научить такую молодёжь минимизировать свою особенность – стать полноценной, активной частью общества. Одновременно с электромонтажниками в другом микрорайоне города старт в состязаниях взяли будущие повара. К слову, кое-кто из конкурсантов уже совмещает с учёбой работу. Так, этот молодой человек трудится в пункте общественного питания. Сегодня на чемпионате они готовят суп, пюре из овощей, но это по их желанию, из каких овощей они будут готовить. И готовят обязательно, значит, это у нас мясное блюдо с овощами, но из говядины. Вот авторское исполнение, вот что они придумали, как бы они его приготовили. Значит, они должны сами овощи нарезать, как им нравится, и из мяса приготовить блюдо, то, которое, как они видят, чтобы оно было подано. По словам членов жюри, окончательная оценка конкурсантов собирается из многих нюансов. Плюсами могут стать в том числе допустимая температура тарелки с блюдом, сервировка стола, опрятность участника, чистота на его рабочем месте. Но на окончательном вердикте, разумеется, скажется и то, насколько вкусным приготовленное сочтут эксперты. Артур Максим Мухаммеда Шабоков, Вести, Карачаево, Черкесия. В районном доме культуры Аула Хабес прошел вечер памяти, посвященный человеку мира, ученому-писателю, музыканту, режиссеру, сценаристу, продюсеру и драматургу Мухадину Кандуру. На встречу были приглашены его близкие родственники из Кабардино-Балкарии, жители и гости Хабесского района. Выступающие ближе познакомили присутствующих с интересными сведениями из биографии и творческой жизни многогранной личности. Его творческое наследие – это бесценный вклад в культуру и историю адыгов, потомок черкесских мухаджиров, известен всему миру своими работами в кинематографии, научными исследованиями, музыкальными произведениями. В Донбайе прошли соревнования по горнолыжному спорту, посвященные 61-й годовщине органов предварительного следствия МВД России. В открытом первенстве приняли участие юноши и девушки из Карачаева-Черкесии и Кабардино-Балкарии. В первый день юные спортсмены состязались в дисциплине «Слалом-гигант», а во второй – «Слалом». Для проведения первенства был выбран склон в Донбайе на высоте 2500 метров. Трассы подготовили в соответствии с требованиями Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. По итогам «Слалом-гиганта» в возрастной группе до 14 лет победу одержали среди девушек Альмия Исикуева, среди юношей Амирлан Акбаев. До 16 лет в этой же дисциплине лучшие результаты показали Амина Байрамукова, Али Кипкеев. Все победители из Сибирды, а в «Слаломе» до 14 лет лучшими стали Алия Узденова, Амирлан Акбаев, до 16 лет Амина Байрамукова и Абубакир Балаев. Победителей и призеров в каждой из дисциплин наградили грамотами и медалями. От министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии Владимира Нефедова, главному организатору соревнований, руководителю Республиканской спортивной школы по зимним видам спорта Расулу Абайханову, тренерам команды и судьям вручили благодарности за пропаганду спорта и здорового образа жизни, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и создание положительного образа сотрудника органов внутренних дел России. Сегодня в большой прокат выходит фильм «Сто лет тому вперед» при участии телеканала «Россия». В основе сценария картины вселенная фантаста Кира Булучева, в центре которой приключения девочки из будущего Алисы. Этот фильм вдохновлен миром, который создал писатель. И в кино сегодня мы имеем все самые современные технические возможности показать это максимально зрелищно и интересно, рассказал режиссер картины «Сто лет тому вперед» – большое приключенческое кино с захватывающим сюжетом, юмором и, конечно, вечными вопросами про настоящую дружбу и любовь. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Алла такси». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин